А на отечественные экраны может вернуться один из самых любимых героев нашего детства. «Союзмультфильм» анонсировал новые сети. К материалу создатели обещают отнестись очень бережно, ведь переговоры ведутся напрямую с наследниками Астрид Лингрен. Надежда Алёшкина о том, как это будет. Он улетел, но он обещал вернуться. Вопрос, когда он всё-таки вернётся, поначалу повис в воздухе. Но улетевший в неизвестном направлении Карлсон появится спустя 40 лет. Из века рисованного прямо в цифровой человек с пропеллером, малыш и фрекенбок, возможно, станут героями сериала. Мне срочно нужна заправка торт со взбитыми сливками. Переговоры «Союзмультфильм» в наследнике Астрон Лингрен, автора книги о Карлсоне и малыше, ведут уже 4 года. Но это официально. На самом деле продолжит любимую всеми детьми историю внуки шведской писательницы и читали ещё со времён выхода последней второй серии. Я видел только отрывки, поэтому до сих пор Карлсона они перевели на шведский. Но мне очень понравился его имидж и то, как мультик снят. Все подробности появления нового Карлсона держатся в секрете. За семью печатями стиль, хронометраж, формат. Внук Астрад Лингрен в эксклюзивном интервью РЕН-ТВ признаётся. После появления новости о том, что российские мультипликаторы реанимируют культовый мультфильм, к правообладателям стали поступать заявки со всего мира. Карлсон популярен не только в России, но и по всему миру, например, в Китае и Польше. Поэтому большое количество анимационных студий заинтересованы в сотрудничестве с нами. Со времён выхода первой серии именно наш мультипликационный Карлсон стал каноническим переплюнов книжного героя. Создатели нового фильма пожелали оставить основные черты советской ленты. И, конечно, легендарный голос. Меня все знают. Да, звонят, но если будет хороший сценарий, почему нет? Однако к идее воссоздать того же Карлсона, но в компьютерной графике, мультипликаторы отнеслись скептически. Ну, как всегда, копия хуже оригинала. Это взлететь на трамплине старого успеха. Если это будет такое механистическое, которое иногда вот уже ассоциируется с 3D-движением, то такое движение подходит, в общем, для роботов. Критикуют инициаторов сиквела и за то, что они, не создавая нового, преследуют чисто коммерческий интерес. Стоять у окна или забраться на крышу подальше от Фрэкинбок. А едва услышав жужжание пропеллера, замереть в ожидании. Об этом мечтал каждый советский ребёнок. Но времена поменялись, и теперь на крыше обитают совсем другие герои. Они, подтянутые и смелые, показывая мускулы, мчатся на паутине в беду. Вершат справедливость, а некоторые вообще спасают весь мир. И кто теперь победит, когда на горизонте покажется он? Смелый, красивый, мужчина в самом расцвете сил. Никого не будет спасать, а просто, как всегда, нашкодит. Шкода, подстрекатель, пакостник, как его только не называют. Эдуард Успенский, которому недавно предложили сделать продолжение мультфильма «Каникулы в Простоквашино», уже придумал образ и современного Карлсона. В политику можно выдвинуть, можно заняться экологией, с жуликами бороться, сколько угодно. Карлсон абсолютно герой, который может делать всё, что угодно. Однако на это у внуков Лингрен есть ответ. Современный Карлсон будет таким, как в книге великой бабушки. И временным изменениям не поддастся. Раскрою секрет. Он точно будет не с 21 века, потому что жил в другое время. Поэтому у Карлсона не будет айфона. Со мной не соскучишься. Что ж ты делаешь? Да это я шалю. Ну то есть балуюсь. Надежда Алёшкина, Валерия Ибрагимова, Олег Серебряков и Андрей Марков. РЕН-ТВ.